Первое, что мы обычно отчитываемся, и это идет в ситке отчетности, это первое промышленное производство. Индик промышленного производства за январь-апрель 2021 года составил 94,9%, ну будем считать 95%, к соответствующему периоду 2020 года. Общий объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ, оказанных услуг, собственной силой снизился. По данным видам деятельности он составил 2 миллиарда 235 миллионов рублей, что составляет опять-таки 95% к аналогичным периодам. Падение, как видите, на 5%. Второе, развитие агропромышленного комплекса. Объем валовой продукции сельского хозяйства под 7 категории хозяйства за январь-апрель 2021 года составил 4 миллиарда 266 рублей, что является 91% к соответствующим периодам. То есть падение произошло почти на 10%. Причины какие? Мне кажется, вам не надо объяснять. С учетом того, что это была засуха 2019-2020 год, я думаю, что вы прекрасно ощутили это на хозяйстве своего района. Те же крестьянские фермерские хозяйства и индивидуальные предприниматели ЛПХ, которые на собственном горбу, на собственном области испытали его. Вообще, конечно, по Крыкинскому району ряд проблем, которые существуют не одни десятилетия, значит, они скажут, в конечном счете, это вообще на выходе продукции. Почему? Потому что держать животных у себя на подворье или же крестьянских фермерных хозяйствах, в СПК и так далее, с каждым годом у нас в республике приходится все сложнее и сложнее. Обуславливаются это многие причины. Если, например, вода является одной из первых причин, второй, естественно, конечно, заготовка кормов. Сегодня, посмотрите, у нас, значит, из подворья ушла дольная корова. У нас, значит, свиней даже меньше стали держать. Если, например, пришли, я смотрю, в подворье больше кур держат там, еще, ну, мелких такой, это самое, птиц мелких, и с тем, в том, яйцо, и ее легче задержать. Свинью не у каждого видишь, например, во дворе, в связи с тем, что, ну, что выкормить его, необходимо, условно говоря, купить зерно, если он стоит там от 7-8 тысяч рублей до 15 тысяч рублей. Естественно, конечно, смысл такой держать, а в корме, похоже, нет такого, значит, да. Поэтому, естественно, конечно, и спад идет сельскохозяйственного производства. С учетом засухи двух лет на шесть саранчи и так далее, значит, с учетом того, что у нас уже всего, в этом году, значит, опустыни, которые сегодня, это еще одна напасть, которая влияет и на сельскохозяйственных секторов, в связи с тем, что падбище сокращается, значит, с учетом того, что выявляется ряд болезней, значит, с учетом того, что сокращаются угодья, падбищные угодья, значит, естественно, конечно, сокращается и сходя по производству. В этом году, как бы ни плащевно ни было, мы получили 48% на сталцемат. В республике такого никогда не было. Почему? В прошлом году, например, это мое мнение, когда необходимо было принимать решение, а решение было необходимо принимать уже в мае месяце руководство республики, бить тревогу о том, что нам необходимо полностью заготовить корму, для перевозки корма и так далее. Глава республики написал письмо только в августе месяце. Решение было принято после того, как межфракционная группа, которая стоит и фракция КПРФ, вынуждены были обратиться напрямую к президенту Российской Федерации. В связи с тем, что у нас распространяется взрыв ковида, значит, идет эпидемия. И второе, что у нас, значит, гибнет скот, и мы в зиму ходим, значит, без корма. Тогда, значит, председатель правительства Мишустин принял решение, постановление правительства было, и нам выделено 626, если не ошибаюсь, что 26 миллионов, для того, чтобы мы закупили корма. Но вы прекрасно понимаете, деньги были выделены, пришли они в ноябре месяце. То есть весь скот, который ходил на зиму, значит, он пришел ослабленный. Многие, кто был грамотнее, опытнее, мудрее, значит, они скинули весь скот в августе, постарались в сентябре месяце, чтобы от него отбиться, пока скот еще был, находился в кондиции, значит, постарались это сделать. Но вы знаете, второе наоборот было, когда жуки, как называют, закупочные дельцы, которые у нас работают, значит, они взяли, снизили цену на говядину и вообще на август. Я помню, когда продавали, значит, хороших, значит, и крупно-рогатство, и августы в хорошем состоянии, продавали, ну, почти-то бесценный. То есть тот труд, который уложили люди за весь год, значит, так, он просто был бесценен, будем говорить так. Но, тем не менее, кто-то продал, а те, кто, в общем-то, понадеялся на авось, как обычно это бывает, значит, к сожалению, в зиму этот кот ушел. Во-первых, на мой взгляд, мне кажется, и с лучной компанией была неверно выстроена нашими за техническими службами, когда ослабленная овцематка, значит, была, вошла в лучную компанию, значит, но, если она, например, не в состоянии, вы знаете, что это такое, значит, на его ремесе, хоть чем, и хоть золотыми яйцами корни, значит, в зиму если слабо ушла, то она, естественно, конечно, ни плода не даст, и, в принципе, сама может, ну, могут самопаркироваться, а иначе иногда будет. К сожалению, так и принцип прогнозы оправдались, мы получили почти меньше 50%, и, естественно, конечно, выходной по-другому у нас не делается. Вот, поэтому на сегодняшний день есть такая тревога, хотя мы смотрим, многие, значит, занимаются, но вот уборка пошла, значит, и беда забивают, вот, прекрасно понимают, что это такое, что зерно будет его очищать необходимо, и он будет гореть. А вот с учетом того, что у нас, значит, все зернохранилища мы разбомбили, у нас, значит, зерно с поля сразу уводится, значит, в соседние регионы, где все где-то хранятся, значит, да, то есть, есть сложность такая, что зерно, качество зерна будет ниже, и его надо необходимо очищать, и так далее, и так далее. В этом отношении, вот, по развитию агропромышленного комплекса, как я могу сказать. Ну, сегодня, на мой взгляд, мне кажется, отраслевому министерству, министерству сельскохозяйствам необходимо уже сейчас быть тревогой для самок поддержать животноводство. Ну, тут еще ряд много вопросов. Мы, хочу вам доложить о том, что мы по просьбе наших общественных организаций, значит, организаций, которые неподпредственно занимаются агропитомелиорацией, значит, попросили нас провести межрегиональную научно-практическую конференцию на 22 июля, мы, коммунисты, значит, откликнулись, наша фракция, межфракционная группа откликнула, значит, кандидаты в депутаты Государственной Думы, откликнули депутаты Государственной Думы, которые сегодня в настоящее время работают, откликнулись все, все регионы, которые на юге России, которые непосредственно занимаются, борются, будем говорить, с опустыней. Это Волгоградская область, там, где создан научный центр по борьбе с опустыней, значит, Волгоградская область, которая тоже страдает от этой напасти, значит, Дагестан, Ставропольский край, Чечня и, значит, и, так, Ростовская область. Ростовская область впервые рассмотрела на уровне правительства и губернатора во борьбе, каким образом могут выходить. Вы знаете, что там проблемы с ДОНом, и сегодня принято постановление правительства Российской Федерации по оздоровлению, значит, Донского, ну, при ДОН, и при ДОНе, где, например, скольфортировано большое количество сельскохозяйственных предприятий и так далее, и так далее, и переработки, нам принято, но с учетом того, что они тоже обратили это внимание. На сегодняшний день хочу сказать, что центром борьбе со пустыней, вы знаете, что при Басан Багеновиче города и Кожи, значит, было принято решение создать главу черных земель в Кириллярских падбищах, которые непосредственно до сегодняшнего дня занимаются вот той проблемой, которая сегодня у нас есть в республике. Я почему это говорю, агропромышленный сектор, значит, вне с тем, что это не отлевая часть на сегодняшний день выполнения той продовольственной безопасности Российской Федерации, о которой всегда говорят на уровне президента, правительства Российской Федерации, на федеральном уровне почти все окрасивые министерства беспокоятся о том, каким образом мы будем сегодня, значит, с теми проблемами, которые, значит, боремся, как будем за 2020 годы. Потому что на сегодняшний день экспорт сельхозяйственной продукции вышел на второе место. Хотелось еще одну сказать вещь. В январе-апреле 2021 года в хозяйстве всех этих городов производства скотая птиц на уголе, ну, имеется в виду в живом 10, уменьшилось на 6%. Ну, я имею в виду в соответствующем году. Значит, производство молока, значит, так, сократилось на 11%. Вот у меня всегда возникает вопрос. В колхоз, когда заедешь, ни одной коровы, ни одного партнера, нигде не видно. А у нас, где в соотчете все время идет, значит, производство молока. И вот у меня вопрос. А где это молоко производилось? У нас вокруг, значит, элисты были раньше, значит, хозяйства, где-то нигде нет. Кстати, и предостроение Александра такого не могла. Да, Валагаровске. Да, Валагаровске. Да, Валагаровске. Да, Валагаровске занимался. Где она сейчас? Молоко, ну, посмотрите, молоко, кроме этого, как его, который сидел, в Катуре, в Батуре, в Батуре, никто не производит. В магазин зайдите, любой там у себя. Где калмыцкое молоко, сметана, где она? Нет его. И вот мы все время спрашиваем, говорят, а где вы это молоко берете? Откуда вы в статистической отчетности производство молока? Точно ее есть тоже. Вот они начинают там выкручиваться. Есть, значит, общественное стадо, а есть личное стадо и все это. А, извините, как, например, при Гребенском районе узнать, кто молоко производит, а кто не производит? Вот, свободный индекс потребитель цен в апреле 2021 года по отношению к декабрю, вот здесь положительный, значит, 103%. Ну, здесь видите, в чем дело. Проблема, почему так выполнили, на мой взгляд, с учетом того, что цены на потребительские рыбки повысились. А вы прекрасное, значит, красительное масло, гречки, крупы, значит, овощи. Хлеб. Кстати, хлеб, я хочу сказать, что я в прошлый раз, помните, говорил, что хлеб подорожает, значит, и он им подорожает уже сегодня, например, союз хлебопечения, да, или, например, есть свой союз, они, значит, обратились в правительство Российской Федерации о том, что с учетом того, что подорожали сопутствующие, ну, имеются транспорт, бензин, значит, энергия, значит, газ и так далее, они вынуждены сегодня повышать, значит, цены на хлебопечения. Ну, я бы правительство против, ну, вы мне извините, тогда надо было повечесе думать о том, зачем нужно было повышать тарифы, значит, держительная цена на бензин, держительные цены, значит, на газ, воду и так далее, и так далее. Эти тарифы можно повышать для населения, а вот на продукты, продовольственные продукты, нет, не надо. Такой подход какой-то, тоже кривой какой-то, да? Вот на сегодняшний день, насколько мне, я еще раз говорю, я не могу утверждать, что на сегодняшний день то электроэнергию, которую производят мы сегодня инвесторы, она в два раза превышает электроэнергию, которую мы потребляем. Но вы ощущаете это на себе или нет? Нет, конечно. Она как стоила, например, условно говоря, 5,5 рублей для населения и 10 рублей для бизнеса, она так и осталась. У людей возникает вопрос. Дорогие мои депутаты, дорогие наши, значит, правители, да, государственное правительство, глава и все остальное. А от того, что инвесторы к нам пришли, они же должны улучшать ситуацию, да, экономику в том регионе, в котором находятся. Правильно ли, да? Для чего я их приглашаю? Не для того, чтобы они здесь, так сказать, на себе бабки делали, да? А для того, чтобы улучшить ситуацию от социального экономического плана, экономику в том регионе, но мы оттуда получаем какие-то, значит, преференции от того, что они здесь находятся. К сожалению, этот вопрос, значит, никто не может ответить. В принципе, мы считаем, каждому инвестору необходимо подходить к индивидуально. Есть, например, сегодня инвестор говорит, что мы готовы за счет тех преференций, которые нам сегодня дают, 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 значит, разницу между потреблением, да, даже нужно ответить и для, в первую очередь, конечно, для производства, потому что если такое дорогое, дорогая энергия, значит, так, то ни один инвестор сюда не придет, потому что это ему не выгодно. А здесь, естественно, конечно, инвестор, который приходит делать в производство, доход, электроэнергия, газ, вода, земля и так далее, и так далее, и так далее. Если по земле мы можем каким-то образом сделать, скажем, да, какие-то преференции, то в отношении газа, воды и так далее, значит, мы не можем делать это с тем, что многие, все эти услуги, они поступают извне республики, а не мы их с вами произвольны, конечно, каким-то образом могли бы, так сказать, снили. Очень много этих вопросов, естественно, конечно, нам необходимо каждому инвестору подходить отдельно и считать, что их прибытие здесь, когда они получают всех прибыль, они должны, будем говорить, справедливо, значит, и выделять средства для того, чтобы, например, и население такое. Здесь есть, конечно, строительский садов, школ, культурных объектов, которые у нас в республике, библиотеке, в том числе, и, значит, желательно, конечно, чтобы они рассматривают вопрос дополнительных, какие-то поощрения, например, скажем, бюджетные организаторы, и не имеют социального блока, в том числе и врачей и так далее, и так далее. В отношении, хочу честно признаться, значит, прорыва большого, значит, по работе с инвестором у Народного хурала пока нет. В связи с ним, что многие соглашения, многие, значит, договора не учитывают мнение, например, тот заключает договор, будь то глава республики, будь то, значит, подседатель правительства, они не учитывают мнение, значит, Народного хурала, то есть это идет мимо нас. К сожалению, но обвиняют нас, хочу сказать, справедливо обвиняют нас депутатам, в том числе, значит, население справедливое. Я вот откровенно говорю, вы правильно говорите, что, например, депутаты не могут проконтролировать пополнение бюджета, и все время у нас там, условно говоря, идет с дефицитом бюджетной системы. Докладываю вам, мы как раз к бюджету переходим. На счет 10 дней, значит, бюджет наш составляет 21 миллиарда. Но должны мы на счет 10 дней, значит, 7 миллиардов. 7 миллиардов. 7 миллиардов. 7 миллиардов, будем говорить. Вы понимаете, что за один месяц, вот, обслуживание 7 миллиардов, мы отдаем просто, значит, банкиру по 20 миллионов. А за год это выходит 120 миллионов. Вот отдаем, взяли кредит, вот 120 миллиардов мы должны отдавать. Ежегодно. Почему такая ситуация происходит? Ну, с учетом того, я уже хотел вам сказать, уже переходя к национальным проектам, у нас на сегодняшний день, значит, у нас работают 10 национальных проектов, которые будут часто участвовать. Участвовать. Остальные, значит, объекты, это имеется в виду Городниково-Престройство, Городниково-Казачьему корпусу, Кадетскому, вернее, корпусу, Кадетский корпус. Значит, школа в Троицком, детские сады, пристроила, школа, значит, Малагербетов, поликлиника детская в городе Листе. Они до сих пор не сданы, они переходящие в 2021 год, но, к сожалению, есть, значит, такая угроза, что они в первом садеблю не сдадутся. Причин много. Опять же, опять же, это кадры. Кадры, которые сегодня, если, например, раньше была подготовка и расстановка кадров была приоритетной вообще в принципе у Советского власти, то на сегодняшний день подход вообще к кадрам, он немного такой, знаете, то ли искусственный, то ли он, или как же, например, глава, представитель поведения подходит ему на личном опыте или же каким-то по личным восприятиям любого человека. А сегодня они пришли, что одноклассник, например, там, родственники, кумов 100 и так далее, и так далее. Они смотрят на профессиональные качества человека. Когда один из министров говорит, что вот, зачем вы проводите вот этот вот фестиваль тульпанов, здесь сейчас пандемия идет и все остальное, значит, так, она отвечает, как у нас в цепи же летит, он там этот пройдет, там вирусов нет, как бы так. Вот с подготовкой. На сегодняшний день, когда мы проводим, хотим провести несрегиональную научно-практическую конференцию такой напасти, как борьба с опустением, значит, правительство, ну, очень руководство в республике сегодня дает указание Роспотребнадзору о том, чтобы они выявили, где мы будем его проводить, значит, вызывая хозяина, ему говорят, значит, мы тебе штраф наложим, если ты будешь проводить. Вот. Мне лично, значит, 8, начало 9 ночи принесли предостережение о том, что если я, значит, поведу этот научно-практическую конференцию, я тоже буду привлечен к ответственности. Ну, по крайней мере, и вот так. В то же время, я хочу сказать, что у нас работает общественная организация, в том числе, значит, совещания глобальные, будем говорить, проводятся на вороне республики, награждения, в том числе, значит, и город, мэрия города, там, совещания проводят, там, не меньше, там, будем говорить, там, 30-45 человек, в то же время сидят почти в обнимку, то есть, никто на это не обращает внимания. Ни Роспотребнадзор, ни те административные группы, которые ходят, проверяют, и никто больше. У нас сегодня работает, значит, не конецкого, а детского отдела отдыха, в котором, значит, по 200 детей. И с учетом того, что у нас 7-2 миллиарда долгов, 7-2 миллиарда долгов уночка, обслуживает необходимый долг, с учетом того, что у нас еще 9-3 версии, нам необходимо, я думаю, что мы не закончим, не остановимся на долгом 7-2 миллиарда, скорее всего, к концу года он может увеличиться еще на какие-то там проценты. Вполне возможно, и дойдет, значит, до 10 миллиарда. К сожалению, не так, почему-то нам необходимо, значит, сегодня сегодня, изыскать пересла для того, чтобы, например, врачам платить в красной зоне опять, закупать лекарства, значит, расплачиваться долгами, которые у нас есть в среде всем, что мы многие объекты национально-полноценные проекты, значит, мы задолжали, и прокуратура требовала, чтобы, например, мы рассчитали с ними 7 людьми, кто уже выполнил наработанность, это тоже плюс у них отсюда. Ну и ряд других работ, вы знаете, я даже не буду далеко ходить, и многие из вас, например, не дополучают те годы, которые вам необходимы. Определенный закон, к сожалению, мы их задерживаем, значит, иногда по 2, по 3 месяца, значит, а обычно скапливаются к концу года. Вот, ну, стараются выплатить, но, к сожалению, например, в кассе денег не бывает у нас. Сейчас идет, с учетом того, что учителя ушли в отпуск, и многие люди, вот, вышли на бюджетники, да, выдали, значит, им заработок плата плюс отпускление, в числе с этим, значит, многие бюджетники не дополучили, значит, заработок плата. То есть аванса не было, и вот, думаю, что зарплату, если, например, в конце месяца, в начале, в следующий месяц, я буду, это будет хорошо, вполне возможно, что мы получили поддержку. То есть это, ну, вот шкей, вы понимаете, в отпуск идет, людям надо выплачивать, потому что, особенно учителя, и в том числе, и бюджетикам, которые сегодня хотят, чтобы они сегодня хотят здоровить своих детей, и сами здоровиться, но, честно, им необходимо будет выдавать. К сожалению, по заработок, я еще не повторяю, и в том числе по бюджетикам, у нас идет отставание. К сожалению, вполне возможно, что эти дети, которые заказали, вполне возможно, это идет на то, чтобы людям выдать заработку плату. Значит, больницы, вот, вопрос тоже стоит, довольно-таки очень серьезный. Я хочу сказать, несколько объектов вообще у нас стоят на контроле. Хочу доложить вам о том, что фракция сегодня контролирует не только на уровне Урала, но и на уровне федерального уровня строительства нового культурного комплекса. В качестве того, что он будет культурный комплекс, он там будет находиться, значит, колледж искусств имени Шикушова. Он сейчас находится в военном состоянии. Мы хотим там построить, значит, детские, это самое так, общежитие, столовую, и все в комплексе. Почему? Дело в том, что много очень талантов ребят с села приезжают, просто родители не могут, значит, снимать жилье очень дорогое. Вот, и мы хотим, значит, все-таки построить комплекс еще, чтобы село наше могло получить, значит, специалистов и музыкантов, и хореографов, и, значит, хромейстеров, которые могли бы заниматься здесь в клубах, в детстве и со взрослыми, естественно, конечно. Вот такая задача у нас сегодня стоит, но мы не забываем ваши пожелания, которые вы нам выделили. Это, конечно, строительство дороги приютной, кормовой. Значит, у нас, я уже переговорил с людьми, которые, в общем-то, отвечают, но там есть ряд вопросов, которые необходимы. Сегодня я вот доложил вашему директору Дома культуры о том, что, значит, мы переговорили сегодня на уровне правительства о том, что вы выделили здесь 10 миллионов на капитальный ремонт, на проект смертный капитал, на капитальный ремонт вот этого вашего Дома культуры. Я уже переговорил и считаю, что необходимо. Мы сейчас переговорили, там необходимо кое-какие документы оформить, и все остальное начну, но мы к этому придем. Что касается, я задавал, значит, как и вот председатель ветеранов на Союзе ветеранов, это общество, да, или как называется, районного, значит, о том, чтобы необходимо выдать квоту, значит, с директором, чтобы мы воду пупчали в директор, среди всех, что у нас на красотах начнется, чтобы там было так. Я через свою коллегу, через Ставропольскую думу вышел на руководство директорского директорного района, значит, ну, они там одновременно так. В принципе, когда воды хватает всех, мы, говорит, никому не отказываем. Ну, если воды у нас хватать будет, будут у вас кого-то не будут у вас кого-то, так вы входы не будут давать. Мы, это же на нашей территории находимся, это же наше право, понимаете? То есть здесь, на мой взгляд, должно быть так, взаимодействие двух руководителей районов, то есть вашего главного района и Дениска главного района, чтобы они пришли договорились. А тоже они прекрасно понимают, если будет кого-то по договору, то есть они, когда засуха будет, будет, там, условно говоря, значит, ну, 100 кубов воды, 50 кубов воды, скажешь, калмыки отдать, там же его население съест, вот, скажешь, ты че тут начинаешь? То есть здесь есть вопросы, поэтому давить или что-то такое, мы просто не можем, потому что это не наша территория. И был третий данный вопрос, дорога, значит, культуры и по воде к походу, значит, это, естественно, вопрос касался, значит, воды. Вот, поверьте мне, значит, я второго янсозрения находлюсь в Урале народу, значит, у меня приютный, наверное, и Дебрульский район вообще, в принципе, свыше сходят. Мне у меня казачку говорят, ты вообще, что ты тут, республика вся эта у нас, за ИСНУ, я говорю, ну, за эти два района, я говорю, отвечаю, мне бюро получило, у нас все распределены, все, значит, коммунисты, члены бюро и депутаты распределены по всей республике. Я вот за эти два района отвечаю, естественно, конечно, я кричу, ну, Бегвы Горяй, например, она кричит, например, за ИСНУ и Доктябрьский, она вот за них там бьется и все так далее. Вот, поэтому, естественно, конечно, у нас как, моя рубашка ближе к телу, поэтому, значит, естественно, мне приходится сегодня вопрос ставить по капитальный ремонт у села школы и учили, министр, который обещал, как он будет в пути, он ушел, но он пришел, я как ничего не знаю. И представить себе, мне приходится обратно с нуля начинать, опять двигать эту тему и, как бы, что делать. Значит, проблема у вас здесь по первой школе есть, ой, говорит, по второй, по-моему. Вот, значит, тоже находишься на конвоне. Стараемся всегда все эти вопросы учитывать. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Почти. Приветствую вас. Ну, вот, я слушал то, что говорили Главя Дмитриевича, я бы не сказал о том, что деятельственные форсованные группы для депутатов всех политических партий, представляющих народный охот в Курале, объединились и объединили действительно 8 интересов нашей республики. И все началось с тысячи моих ингредиентов Российской Федерации как в Абласах, так и в Аблинии. И я думаю, что сегодня депутаты нашей партии, депутаты нашей партии нам демонстрируют то, что они могут разговаривать, могут разговаривать и активно принимать решения и делать такие действия, которые приводят к оплитационному результату. Например, ну, я думаю, всем известно, что по результатам этого письма по засухе нам в регион выделили 562 миллиона для приобретения кормов для наших сверхпортаводопроизводителей. Да, многие об этом говорят, депутаты государственного дома, глава республики, то, что они писали письма. Но я думаю, здесь ну, что спорить, да, кто это сделал, главная инициация была от региона, несмотря на то, что кто это сделал, главный, чтобы был результат и на нашу постановые производители получили определенную поддержку. Ну, что хочется сказать о себе, о себе то, что я родился сам в поселке Кичинево Кичиневоского района, там я закончил школу и закончил у нас местный Калмынский государственный университет по специальности юриспенденции и длительное время работал юристом Кичиневоского района в суде, в качестве помощника в суде. Это я к чему говорю, потому что я действительно разбираюсь, разбираюсь законодательстве, знаю все юридические тонкости и, ну, обладаю специальные познаниями и навыки, скажем так, в области юриспенденции. Кроме этого, если я, кажется, мир, это правовещитник, ко мне очень обращается много людей, в том числе руководитель общественного движения, ко мне обращается очень много людей, это правило по юридическим вопросам. Пишут, ну, естественно, это все идет в рамках консультации, объясняющих людям проявления, все это есть в интернете, он где-то как-то направляет, и участвовал в судебных процессах, когда привлекали наших активистов, привлекали людей за то, что они писали в соцсетях в отношении власти, выступал непредставительным, и помогал, защищал наших граждан. Ну, и деятельное сообщественное движение в нашей полной, я думаю, вы видите, и очень приятно, что эта деятельность наблюдает взаимодействие с представителями с новой группы. Что хотелось сказать, вот, у нас предстоящие выборы, и мы проводим активную работу для того, чтобы выборы проходили честно. Но получается так, что у нас право выбора, наше население таково перестало верить во власть, перестало верить, что никто не хочет идти голосовать. И первая причина, что я пойду, без нас все уже давно решили. Вчера мы с активистами движения «Это наш город», встречались со студентами. Это ребятам 20-21 год. и ребята вообще просто хотят отсюда уехать. Вот я закончил университет, я уехал. В них было 5-6 человек, я у каждого спрашиваю вы, останетесь здесь? Нет, я уеду, я уеду, я уеду, я уеду, я уеду. А почему? А потому что они не видят здесь и они уедут уже не в Москву, они уедут за границу, они получают специальное образование что-то уехать решили. И самое главное то, что эти ребята сказали так, вот у нас мы родились при одном президенте, но школу закончили при одном президенте, но, естественно, университет заканчивается при одном президенте, они могут что-то другое представить себе, что может быть по-другому, если кроме как в другой стране. и идет подмена понятий. На сегодня вот подписали закон указ об обучении учеников патриотическому воспитанию. И вчера вот я когда с этими студентами разговаривал, я понял, что идет подмена понятий, и студенты, эти молодые люди понимают патриотическое воспитание, что нужно любить власть. Их хотят заставить любить власть, их хотят заставить любить государство, власть свою малую родину, свой маленький дом, своих соседей, своих друзей, где власть и власть и власть и власть часа два мы говорили со студентами и я думаю, что нам удалось их немножко дотронуть именно той и и я считаю что нам необходимо провести власть и нам необходимо провести эту работу, чтобы немного разделить то, что нам вменяет государство, надо любить власть и то, что любых родин должна быть искренне, и почему трехдневные голосования обязывают всех вакцинироваться хотя Роспотребнадзор говорит о том, что рекомендации но во всех средствах информации пишется о том, что это обязательно должны быть наблюдательные комиссии для того, чтобы опять путем таких действий провести выборы в свою пользу. Они просто защищают свои места, они защищают свои места во власти, то есть я вас призываю вы очень активные люди я благодарен что вы приходите пришли я вас призываю еще побольше в групповой гормонке именно работать с нашими молодыми людьми и прийти на выборы голосовать голосовать честно. Добрый день, но вот Николай Ильич представил меня скажем так даже может приукрасил немного но я тоже вооруженец города и родился здесь ввести корня у меня садовая оттуда отец вот по работе нашей фракции народ управления максимально все сказал добавить просто ничего работаем бьемся с ними но понимаете их большинство большинство то даже тот пример когда вносили закон выборов главы республики по муниципальным фильтрам у нас было 5% но решением параде власти у нас они решили 7% они же проголосовали и получилась такая переберда что и глава не подписал непонятно чего они добивались сами чего хотят вот ну мы не отчаяниемся сходим обратно изначально у нас опять смолян начнется все догнутая оборот но если вернуться к выборам которые происходят в сентябре вы уже наверное на себе поняли все что происходит у нас здесь сейчас единственная задача провести эти выборы честно максимально неважно за кого он пройдет голосовать не дать не дать тот момент когда человек голосует за ту или иную парту и почка людей на этом участке они это все перечеркивают беря в руки бюллетени закидывают другие пачки или подкидывают это подмена всего это получается плевок всем нам зачем туда то право избирать и быть избранным зачем это выборы вот надо постараться всех людей вытащить на выбор чтобы не пришли пришли самое главное пришли а там уже на подсчете мы не дадим себя обсуждать я так думаю мы хорошо подготовиться спасибо вы еще в прошлом году на ваш взгляд обратились главе республики правительство республики калмытии о строительстве нового инфекционного центра а сейчас смотрите все думают что обойдется у нас в приютном прошел резкий скачок по ковиду и одновременно к шаналу Убушиеву как отрегулировала наша районная власть а вы как известный блогер это четвертая власть республики ну как на территории Российской Федерации на видеоролик по поводу дороги марш ну вернее в Нарту я немножко что не видел этот ролик там я еще позапрошел вопрос когда разбили это большегрузы камазы возили зерно напрямую в Дивное с первомайке и они разбили дорогу я сейчас два года назад задал вопрос там еще метров два было разбито говорю надо срочно принять меры мы договоримся с девицами они отремонтируют сейчас там уже 200 метров разбито и хотелось бы узнать как это пожалуйста Николай Ильинич значит спасибо по тому по госпиталю дело в том что когда мы обращались президенту российской федерации там был поставлен вопрос что нам поставили ковидный госпиталь то есть инфекционный а это знаете быстровозводимое это минобороны возводят таким образом получилось так когда приехала комиссия министр здрава российской федерации и еще научные институты у бюлесологии здесь показали сказали все у нас хорошо министерство образование совместно с строительством российской федерации сказали нам нет необходимость сюда хотя вы знаете сегодня четвертый госпиталь в Дагестане четвертый госпиталь представить а у нас отказались это госпиталь сказали там строить инфекционную больницу вот ну вы представляете инфекционную больницу ее уже за 2-3 месяца не построишь во-первых его надо выделить землю потом начать проекцию документацию дать разрешение на все коммуникации это пройдет год только а после этого на это деньги выделяются а быстро возродимые ковидные госпиталь ли persп zmтвиллин обороны он возводит в течение там почти неделя остair пускай он полностью оборудован то есть там только оборот抄 weird остается и все но российскую Keith не очень все хорошо потому что мы сегодня считаем что если бы хад паску Тербанк у нас нет необходимости ничего напmachen разворачиваться, опять госпиталь. Представляете, опять необходимо госпиталь раньше, это опять проблемы. За то время, пока госпиталь развернули на 700 человек вместе, у нас умерло 25 или 27 человек. И город сегодня, 2500 города находятся, значит, на изоляции, а 700 человек находятся, значит, у нас 600 человек под 700, находятся, значит, у нас нет местов, некуда жить. Мы с района не можем людей брать. Вот такая ситуация. Считаю, что в этом отношении безответственное отношение с руководством республики, значит, она вот, если бы меньше было проблем вот на сегодняшний день, когда третья волна пандемии началась, так ли мы в этом ответили? Да, кроме этого, я тоже владею такой информационной в какой-то ситуации, когда приезжали к нам в комиссии, там, несчастная, нравоваяся с этой федерацией, но у нас в это время проводился День города. День города проводила наша власть, и заселили их Марко Пол, в известную гостиницу, дорогую, скажем, дверь. И, естественно, они ходили там, полдня по оккупу, безрепубликанских полиции, а в то время проводили массовые мероприятия, потому что наша власть их потащила туда. Мы сами хотели встретиться с ними, как общественники, я призывал людей с ними встретиться. Два дня мы ездили из каждого города, естественно, нас в больницу не пустили, но потом я их не мог встретить, и они им улетели. Улетели благополучно, нас, наши власти, им предоставили информацию, что у нас все хорошо, естественно, они обязали, если у нас все хорошо, и никакой правильный конкурс в госпитале мы не получили. Что касается дороги, на то, непонятно, спасибо за вопрос. Действительно, да, мы сразу отреагировали на это обращение, сразу отреагировали на это обращение, приехали, люди возмущены, да, действительно, поскольку дорога это единственное средство доступа к жизни, да, к городу, к юркану, для приобретения тех или иных продуктов питания, да, хотя бы, то есть, или нет, я знаю, потому что, я думаю, Николай Ильич созванивался с руководителем по дороге. Я знаю, общественность, да, реагировала, мы смотрим, как нам, по обращению, как ты пишешь, общественность пишет, что, да, необходимо такие реаборитажи делать, бедные люди остаются без дороги, так остались там, в основном, пенсионеры, и пенсионеры, и были, наверное, на видео. Что касается, если, я знаю, что не будет дальше, поэтому, вы бы говорили. Значит, я разговаривал, у нас, сел, телефонный разговор, значит, по этой дороге, с руководителем района, вашего, главой администрации, ТТМ, значит, в том числе, значит, заместителем министра дорожного хозяйства, значит, в связи с тем, что на сегодняшний день по ТТ-дороге, значит, переводится группа продовольствия, имеется в виду пшеницы, значит, большегрузными командами, сейчас дорогу делать нецелесообразно. Опять ее разобьют и принесли вошли. Решение принято, что в августе месяце, значит, дорогу это восстановить и сделать. По крайней мере, я получил такие заверения. Спасибо. Если не сложно, вы фамилию и отчество зовите, Соня? Спасибо. Вводим на миссии годы. Не такой вопрос по поводу предстоящих выборов. Нажать его. По статусу, количество населения, республики, все, по всем параметрам, может ли быть присутствовать на выборах в листе иностранных наблюдателей? Может? Или по количеству населения не соответствует? На таком плане. Нет. Вы имеете иностранных наблюдателей? Иностранных, конечно. Значит, вообще присутствие иностранных наблюдателей, призыванных международным законам, те иностранные наблюдатели общественные или там от западных каких-то государств приезжают, рассматриваются и направляют по Российской Федерации Центральной Избирательной Комиссии. Если Центральная Избирательная Комиссия посчитает нужным, чтобы нам приехали эти люди, то есть мы сами не выбираем, они направляют. У нас одно время приезжали сюда представители Центральной Избирательной Комиссии иностранные наблюдатели, по-моему, с какой-то Восточной Европы были. Больше наблюдателей иностранных у нас не было. А если по запросу примерно количество избирателей будущих, которые будут присутствовать, голосовали, они считают нужным, допустим, чтобы все-таки для проверки более точных выборов прозрачных голосов. Я вас понял. Значит, у нас закон не предусматривает обязательно присутствие иностранных наблюдателей. В законе это не прописано. Это значит воля нашего руководства Российской Федерации. Если они, например, считают нужным, они могут пригласить или ответить на приглашение. В законе не предусмотрено обязательно соблюдение присутствия иностранных наблюдателей. Спасибо. Алексей Иванович, я хотел бы немного добавить по наблюдателям иностранных. Мы по приютному своих не можем найти. 8 человек это большая проблема идти. Абсолютно большинство боятся и не хотят идти в участие. Пускай-то на иностранных проедет. Почему иностранные приходили в эти полиции? Я не популярный в север-приводе в республике Калмургии. пункт. Все. А что на популярность? Алексей Иванович, я думаю, вы правильно вообще вопрос ставите. Я просто пример приведу вам по приютинскому району. В 2020 году, когда были выборы муниципалитет, единственный район, подчеркиваю, единственный район, который дал половину избирателей, которые проголосовали за партию власти, 50%, это выносные урны. Нигде, ни в каком районе такого не было. То есть, я вам хочу сказать, что села Воробьевка проголосовала на выносных урнах. Районный центр приютного тоже проголосовал на урнах. Они говорят, что у нас возрастные, пожилые, все пожилые проголосовали за партией власти. И, в принципе, мы не смогли ничего доказать, почему? Потому что Николай Николаевич сказал нам, что мы не смогли перекрыть, то есть, один человек любой, когда урну увозили насилие, человек не мог бросить астационарный участок избирателей. А там выезжали те люди, которые с этими урнами насилиясь, выезжали и так далее. В этом отношении, конечно, мы упустили это. Это не проблема пешковой комиссии, это проблема наша. К сожалению, не все идут к нам для того, чтобы быть наблюдателем. Хотя мы со своей стороны, если человек находится на машине, мы выделяем деньги на бензин, на питание выделяем деньги и на все его расходы, которые в течение суток несет, мы обычно оплачиваем. Это, естественно, где-то полторы, может быть, две тысячи, мы его оплачиваем и, как говорится, чтобы он за свой счет не наблюдал. Поэтому, к сожалению, например, в райцентре у нас не получается, мы вынуждены с города прослать сюда людей. Поэтому, если я вот обращаюсь, если у вас есть люди, которые хотят независимо, кто выиграет, а хотят, чтобы они прошли правдиво, прозрачно, честно, пожалуйста, пусть приходят, мы готовы им предоставить документы, чтобы они участвовали от нас или от других партий, поприсутствовали, увидев действительно голосуют люди так, как показывают в итоге. Или же есть какие-то кривые подходы, значит, нелегальные, которые могут быть, и законы, вернее, незаконные, которые влияют на выбор. Это имеется административный, слушай, тут же ничего не сделано. Когда директор школы составляет весь коллектив, значит, напротив себя и говорит, вы проголосуете вот за такую-то партию, значит, Потому что значит, у нас зарплаты не повысит, нам капитальный ремонт не сделают, нам машину не дадут, значит, нам еще что-то не сделают и так далее, и так далее. Мы понимаем, что это происходит не только у вас, но и по всему миру, почти везде. И у меня проблемы с водой. Пожалуйста, для этого, все проблемы, которые на сегодняшний день существуют, все мы, кого-то не хорошо знаем, давно мы их обсуждаем, в частности, в частности, в течение времени решается, в те проблемы еще добавляются. Но для того, чтобы решить эти проблемы, значит, нам нужно хорошо провести выбор парамет. Для этого знаем свои ошибки, знаем, как работает Единая Россия. на сегодняшний день самое главное для проведения это нас в кадре. Это комиссии, наблюдатели, так и так далее, и так подобное. Но для того, чтобы люди работали, нужна оплата. Потому что только, допустим, на одном участке, значит, совершающий голос в один, совершающий номер один, здесь есть два наблюдателя, это уже четыре человека. И один должен заменять, это пять человек, на одном участке. Все это посчитано, все это мы знаем, но вопрос такой, как поплатят? Наша организация не сможет обеспечить ее пенсистами и все остальное. Вы будете нам помарать? Обязательно, Сергей Яковлевич. Обязательно, значит, я вам сказал, что людям, которые будут находиться, значит, качественные наблюдатели, совещать на голосах, значит, мы компенсируем все затраты. Сергей Яковлевич, я хочу спросить, батька живой? Не одет. Не одет, да? Я прошу, почему спросил, мой дядя, уже жара, Михаил Мурович, друзья им были. Часто приезжали в гости к нам, там немножко рогатили, отдыхали. Друзья, да, хорошие друзья были, когда мне сказали, что вы у нас есть. А вообще, у нас с Годинами, вообще, с кланом Годином с многим были знакомы, довольно-таки трудолюбивый клан. многие, я и хорошо знал ваших отцилотов, довольно-таки крепких, опытных, мудрых людей. Я еще раз хочу вам, в отношении вас, благодарить, что вы все-таки марку такую, вы шприем, скорее, держите. До сих пор находитесь здесь, не живете, не уезжаете никуда. Хотя, у вас такие возможности есть. Спасибо вам большое, удачи вам. Самое главное, естественно, в это не сложное такое время, чтобы вы не теряли оптимизма. Знаете, наверное, многие ждут, что, например, в России люди просто потеряют оптимизм, веру и все остальное. Ну, это не так, не значит. Правители приходят и уходят, а люди-то остаются, ждут, пока, например, мы все не убежим куда-то за границу, оставим здесь эти земли для других людей, выжидают, так сказать, наши небры за границу и так далее. Нет, конечно, земли никто не будет доставлять, мы будем жить. Самое главное, чтобы люди, которые здесь работают, понимали, от вас все зависит. Только вы, можете определить и пишите там, так будет или не так будет. А то, что, например, говорят, не расходятся с делами, вы просто вот здесь открыто задавайте вопрос, вместо нас другие приюты. Там же открыто выгодите, задавайте вопрос. Вот что вы сделали, например, для того, чтобы у нас в Приверск районе, в Селье приютном, что-то изменилось. Вот лично вы, ты, вот этим молодым ребятам тоже надо задавать вопрос, вы станете депутатами, а вы уверены в том, что вы обещаете сделать это или нет? Мы же с вас потом-то спросим, через год, через два, все равно вы приедете и читаться будут. Уши все равно будем вам врачи. И наказы им давать, да, чтобы они чувствовали связь, что они просто туда идут, штаны себе просиживают и получают высокий заработок на плату и заглядывать к тому, кто на дебуне стоит. А он должна быть ответственность быть. Он должен ему сказать, извини, у меня есть наказ, вот его надо делать. А что я приеду у тех, те люди, которые за меня голосовали, что я им скажу? Я же должен перед ним отчитаться. Надо им задавать эти вопросы. Как ты будешь вообще, молодой парень, как ты будешь нас, интересы наше защищать? Поэтому мне стесняться не надо, что если раз вот они приедут, мы им вопросы подготовьте, значит, обои будут. Ну и мне тоже, конечно. Значит, как вы будете работать? Что вы будете делать? Потому что вот этот товарищ, он идет в списке, но он идет по-домандатному округу, Если я перед партией, там, вот какие-то образы, а он непосредственно перед вами будет отвечать. И надо, чтобы он год прошел, или, например, полгода прошел, сессия, значит, у них там перерыв будет, чтобы через полгода он сюда приехал, перед вами, значит, по одному дню на каждый район потратил и ответил, что он делал там за полгода, что он сделал, где участвовал, чем облегчил ситуацию населения. Сергеев, например, тоже. Подосяк требуют. А то они вот просидят, значит, по два-три созыва, значит, да, дома себе построят, там, значит, многоэтажные машины, роскошную жизнь себе устраивают, а на нас машут рукой. Из депутатов народу права много страшного. Вот говорим мы, что, например, четыре человека, ну и что, что четыре человека? Ваше, значит, я считаю так, наше предложение не пройдет, но мы должны озвучить ее. Чтобы люди понимали, вот один человек сидит там на природных лаварях, но он знает проблему и ставит вопрос этой проблемы. Да, и правила сегодня у него, потому что он в одиночестве, и там их четыре человека, и там два человека. Но они уже эту проблему подняли. Чтобы, знаете, вот он не пронзорил там, понимаете, а то он сидит там четыре-пять лет, например, уже пронзореет, там считает, что он все знает, все хорошо сделал, все такое. Заставляете, пусть приезжает, отвечает перед вами. Ну, что ты сделал? Я должен интернет ответить, когда поручение дарит, я думаю, что не получилось. Почему тебе не получилось? Спрашивать надо. Ты обещал, например, капитальный ремонт в школе делать? Почему не получилось? Дом культуры хотел, профессиональный обещал делать? Почему не получилось? Не хватает того? Давай, мы подключимся. что-либо? Требота, постоянная требота. И мы вообще считаем, вот кого не сочетают, например, жители, жители или избиратели должны иметь право отзывать депутатов, которые они за них голосовали. Отзывать им. Закон надо писать, надо. В том числе, значит, так, чтобы фракция тоже имела право отзывать своих этих нерадимых никому, а вообще всех депутатов, которые по списку пошли. Считаем, это правильно будет? Вот два раза приехал, значит, ну, и не смог, а ты, все, давай, парень, геть отсюда, пиши заявление, уходи, потому что ты ее не выполняешь в своей предвыборной обещании. Значит, ты не можешь работать, пускай другой приходит. Вот мы сколько ведем разговор о том, чтобы на законных основаниях явились, значит, наказы избирателей. При Советском Союзе были же, когда, что и Верховный Совет, РСФСР, РСФСР, значит, народу куда? Значит, Районы. Районы. Они же все писали, как его, наказы давали. Там школе помочь, тут Дома культуры, там библиотеки, там что-то еще там. По всем направлениям каждый депутат имел наказ. И сегодня, вот я понял. Хотя, говорили там, стопроцентно голосуют, но вы меня извините. Да, было так, потому что одна партия была. Но партии требовали, чтобы, например, тот парень не забывался. Сказали сделать, делать. Мы же по пальцам можем перечислить тех депутатов Верховного Совета СССР, которые были. Вот Кулика, возьмите, значит, в последнее время он от нас, помню, два или трех сажировок был. Конечно, в последнее время он там международный раскурился, а до этого вы меня извините, когда он был первым запретом агрофома союзной России, значит, он очень сильно помогал. Все вопросы, которые на воле инвестирус в СССР, если бы решить, Кулик надо решать. А потом, как бы, коммерциализировался. Последние годы там начались коммерции, там другие вопросы и все остальное. А помните, был академик Кушко, космические корабли, которые, визу, вообще был, правда, вот эту энергию он создал, завод-звезда, сколько он помогал, значит, так, сколько, кстати, его, это вот, спутниковое, когда зондирование, да, это в первую его же применил, и в республике Калмыкия они сделали, когда мы с космоса начали рассматривать пастбище свои смотрели, полезность компания, значит, это вообще впервые в это было построено в Калмыкии, зондирование Земли называлось, кстати, первый слой полет, значит, вот у нас первый, этот космонавт, женщина, которая у нас в этом идет в тройке, Санитская Евгения, да, она свой первый полет, кстати, есть фильм, она на своем первой полете у нас зондирование, она у нее, говорит, вот, когда я вижу Калмыкии, какая она маленькая, как отсюда все видно, прямо говорит, молодая девушка была, вот они тогда проводили зондирование с космоса проводили, ну, вот Эльвартынов, многие, например, знают, секретарь областного комитета парк, который вел промышленность, они очень близким друзьям были, в последнее время, значит, в книге своей Эльвартынов очень много им написал, конечно, это был очень великий человек, несмотря на то, что он был главным конструктором, он землями делами занимался, говорили ему, что в Калмыкии необходим помощь, он сюда приезжал, привозил космонавтов, сам бывал, ходил в коллективы, это поручение они делали, они выполнились, а сейчас, например, вот даже и в коммунистов есть такое, взяли на себя ни этих наказов, ничего нет, есть предвыбранное, а что не сделают, обновь нас меньше, что же, не, так в дело не пойдет, вот давайте хоть одно, вот за свой, за этот, как его, созыв, хоть одно, условно говоря, школе помоги, даже, например, капитальный музей, или же, например, воду там, скважину, каждый депутат, а он мог его сделать, тогда, наверное, надо будет говорить, да, он что-то делает, там сидит, а то они сидят так, раз, подняли, даже не читая, за что голосуют, голосуем, голосуем, подняли, мы говорим, подождите, давайте мы сам, выслушаем мнение, надо принимать закон, или нет, никто не слушает, дело доходит, ругаться начинаешь, просто человек не выдерживает, начинаем ругаться, вот, вот, коммунисты, драться ли, они там, чуть ли не драться, вот так и говорят, раз вы нас не слушаете, не хотите выдерживать, значит, и так, в регламенте все остальное, как с вами разговаривают, а еще сидят сбоку там, да, их 21 человек, еще сидят сбоку, значит, говорят, давайте концевать быстрее, давайте концевать, не слушайте коммунистов, я говорю, в последнее время, мы просто вынуждены, вынуждены снимать всю сессию, для того, чтобы вам показывать, как принимаются документы, потому что многие говорят, да, коммунисты, лукавят, наверное, и все остальное, а последнее время, мы вынуждены снимать на телефоны и выносить это все на студию и показывать людям, как вот все эти сессии проходят, сейчас хоть люди начали понимать, что, оказывается, не все так просто, там, народно аккуратно, но это же тоже не выход, по калмыцкому языку, вот проблема, вот представьте, на Украине, это же вообще куда, это же вообще какие-то пещерные законы принимают, 21 век, считают себя цивилизованными, хотят идти в Европу, значит, а сегодня принимают какие-то вообще законы, я не знаю, как это называется, когда русских, у меня извини, там проживает почти где-то около 30-35% населения, существуют русские, значит, они хотят изучать русский язык, у нас в России, вы знаете, в Дагестане, если взять, ну, вообще северный Кавказ, у нас есть, значит, условно говоря, 30-35 тысяч там, да, населения, то есть, вот, если, например, требует населения, мы вынуждены, министерство образования, вынуждены делать учебники, вводить их, хотя бы даже на уровне факультатива, но дать возможность изучать свой родной язык, что же творит сейчас на Украине, не дай бог, и Беларусь такой произойдет, но если с Украиной там когда-то проблема, будем говорить, так решаемая, у нас сейчас две буферные республики, по-моему, а если на Украине тут следует, это ужас, такое страшное, мы потеряем, со стороны Западной Европы, мы потеряем, скажем так, мы почти в лоб в лоб, значит, ракеты выставили, и в лоб в лоб будем стоять таким образом. На сегодняшний день, на мой взгляд, мне кажется, конечно, там существуют какие-то запреты и все остальное, без этого, конечно, мы как бы не обойтись, удержать гастронурность в таких условиях, когда вокруг тебя одни враги, конечно, сложно, но я думаю, все-таки, надо судить о человеке, о руководителе по результатам. Если результат республики Коммунии сегодня такой, а что его скрывать, надо говорить. Поэтому, подводя итоги, хочу вас поблагодарить, что вы пришли сюда к нам, выслушали нас, обменялись мы мнениями, я думаю, что это не последняя наша встреча, хотелось бы, я еще раз повторю, вам пожелать здоровья, удачи, значит, пройти вот эту пандемию, значит, без потерь, не только, значит, близких, родных, значит, вообще, чтобы у вас в расселенном пункте все прошло нормально, вы тоже не болели, это очень довольно, я просто знаю, серьезные болезни, особенно, если возрастные, но тут вот эта пандемия, которая пришла, этот вирус, или как называют, он, к сожалению, влияет больше, оказывается, на молодежь, там, до 40 лет, и детей, там, у нас подхватывают, у нас вот председателем разговаривали, мы вчера с ним, он говорит, внук заболел, говорит, в семье, и прямо сейчас обеспокоили, поэтому я желаю, чтобы не дай бог, пожелаю вам, чтобы эта болезнь обошла в вас, в вашей семье, чтобы вы были здоровы, ну, и самое главное, значит, надо пройти это испытание тоже, спасибо вам, удачи.